Можем начинать, да? Все готовы? Уважаемые представители средств массовой информации, всем добрый день и спасибо за интерес, проявленный к этой пресс-конференции. Темой пресс-конференции сегодняшней «Сфабрикованное дело Антифа» или «Кто преследует антифашистов Молдовы?». Я хочу предвосхитить все вопросы относительно того, почему я одел эту майку. Я специально сегодня вышел на эту пресс-конференцию, одетый в майке «Антифа» в знак солидарности с Павлом Григорьевичком, с Михаилом Амербергом, которые сегодня являются, к сожалению, первыми политическими заключенными в Молдове, которых преследуют за их взгляды, которые преследуют, потому что они антифашисты. Я также, конечно же, солидарен и с другими политзаключенными, Николаем Цеповичем, Корнелом Марару, который проходит по другому делу, но у которого тоже есть политическая подоплека и которой также предъявлено политическое обвинение. Сегодня Николаю Цеповичу, у него день рождения. Пользуясь случаем, хочу поздравить его и пожелать ему крепкого здоровья и скорейшего освобождения. Но в то же самое время, хочется сказать, что то, что происходит сегодня в Молдове, это мало назвать беспределом. Мы все видели предвыборную кампанию, мы видели, как снимали партию «Патриас» выборов, мы видели, какие безобразия творились в периоды избирательного процесса, в день выборов, когда был заблокирован избирательный регистр электронный. Что происходило с голосованием наших граждан в Российской Федерации и так далее. То есть фактически выборов не было. И была лишь имитация выборов, в результате которой у власти остались те же олигархи, те же так называемые демократы, либерал-демократы и прочие либералы. Сегодня я хочу остановиться именно на деле Антифа, потому что вы помните, как в предвыборной кампании средства массовой информации, которых, кстати, здесь сегодня нет, ни одного из них нет. Очень активно раскручивали тему угрозы экстремизма со стороны некой группировки Антифа, что вот-вот Молдове грозит война, Молдове грозит украинский сценарий, Донбасс и так далее и тому подобное. Людей пугали войной. Некоторые партии на этом фоне, это была специально подготовленная кампания, вывесили по всей стране лозунги «Остановим экстремизм», речь идет о демократической партии, если ее можно назвать партией олигарха Плахотнюка. Так вот, выборы прошли. Ни одного из средств массовой информации, которые дезинформировали граждан и устраивали эту истерику, сегодня здесь не присутствуют. Тему гасят специально, потому что понимают, что ничего за теми обвинениями, которые стояли в период предвыборной кампании, против антифашистов, против антифа, неформальная группа людей, которых объединяют антифашистские взгляды, почему бы и нет. Ничего за этими обвинениями стоит. И все, что было показано в предвыборный период, все эти ролики, все эти сфабрикованные фильмы про тренировочные лагеря, про изъятые арсеналы оружия и так далее, все это была огромная ложь, это был фейк, так называемый, как сейчас любят говорить. Но люди сидят либо в тюрьме, либо под домашним арестом. Люди, которые абсолютно ни в чем не виновны. Кроме того, они сидят только потому, что они открыто заявляли на акциях протеста, в СМИ, как гражданские активисты, что они являются антифашистами. Я хочу представить несколько документов, которые попали в мое распоряжение. Документы стороны обвинения, прокуратуры, относительно дела антифа. Так вот, в Ордонансе по обвинению Павла Григорьчука и Михаила Амерберга, значит, черным по белому написано, вот этот, Ордонансе Депуни Рису Бадминуире, от 28 ноября. Их задержали 26-го, 28-го им предъявили обвинение. Вот в этом Ордонансе написано черным по белому, что антифа является организованной преступной группой. Антифа. ОПГ, то есть. Я думаю, что Молдова, в этом смысле, первая европейская страна, где антифашисты считаются организованной преступной группировкой. Это позор. Я хочу напомнить господам, значит, выкормышам и шестеркам Плохотнюка, засевшим в прокуратуре, Георгии Чубану, вот он, подписавший этот документ по обвинению людей в создании организованной преступной группировки, что на Нюрнбергском процессе фашистов осудили и признали преступниками. Все международное сообщество, а не антифашистов. И только Георгий Чубану считает по заказу Плохотнюка, что антифашисты это организованная преступная группировка. Тогда возникает вопрос, а кто у нас во власти? Если власть считает антифашистов преступниками, по-моему, ответ на данный вопрос на поверхности. Это режим, настоящий фашистский режим. Если они преследуют антифашистов только за их взгляд и называют организованной преступной группировкой. Далее, хочу вам показать еще один ордонанс о объединении уголовных дел, подписанный прокурором, другим не менее известным прокурором, который любит мелькать на экранах телевизоров, некий Виорел Мораль, 11 августа этого года. Так вот, эти горе-прокуроры, эти двоечники, которые, видимо, они даже писать не умеют, с ошибками пишут, не знают, где расставлять запятые, и безграмотные документы подписывают. За такие документы, вообще-то, нужно пересмотреть их диплом о высшем образовании, даже о среднем образовании, потому что они бы БАК точно не сдали. Позор. Значит, вот этот документ, подписанный Виорел Мораль, где Виорел Мораль решил объединить четыре уголовных дела в одно. Четыре уголовных дела в одно. Значит, дело, открытое 11 августа, по факту, якобы, создания и руководства преступной группировки Антифа. Дело о Гагаузском референдуме. Дело, еще какое-то дело 9 января, о призывах к межнациональной розни, вообще непонятно, что это такое. И дело, о нем поподробнее, сейчас я остановлюсь, открытое с 15 июня, где фигурирует, кроме Антифа, еще и организация молодежь Гагаузии, а также Коммунистический союз молодежи Молдовы, молодежный крылок ПКРМ. Вот все, вот это объединили в одно общее дело, и сегодня Михаил Амерберг и Павел Григорчук проходят по делу 2014-92-80-03, где вот это все смешано в одну кучу. О чем это говорит? Это говорит о том, что все это политический заказ, стряпанный, сшитый на скорую руку. И видно невооруженным глазом, что все здесь, все эти дела, сшиты белыми нитками, как говорится. Никаких доказательств, ничего абсолютно нет. Но люди сидят. Относительно третьего дела, одно из четырех, которых объединили в одно, стоит, я думаю, остановиться поподробнее. Я хочу вам зачитать кое-какие фразы из 15 июня. Я сейчас синхронный перевод буду делать. Значит, 15 июня 2014 года некий безымянный прокурор, фамилии которого нет, написал рапорт, в котором указал о том, что 12-15 июня 2014 года не установленные уголовным преследованием лица, находясь на территории археологической базы высшей антропологической школы, находящейся в селе Новая Татаровка, района Сорока, разговаривали о возможной организации тренировок для членов Коммунистического союза молодежи Молдовы, для неформальной группировки Антифа и молодежи Гагузии с целью провоцирования массовых беспорядков против властей и госбезопасности в преддверии парламентских выборов весной 2014 года. Действия, которые имели своей целью раскол в обществе и призывы к вражде. Вот на основании этого доклада, рапорта прокурора возбудили уголовное дело. Какие-то неустановленные лица говорили о возможной организации каких-то тренировок, непонятно чего. неизвестный прокурор возбудили уголовное дело. Это даже они тут могут поконкурировать еще с 37-м годом. Это то же самое, что вот завтра и все должны это понимать. Завтра какой-то прокуроришка, который боится за свое кресло, который хочет выслужиться перед тем начальником, который взял его на работу, перед олигархом, Плохотнюком или еще кем-то, по заказу может возбудить уголовное дело на любого человека, написав, что, извините, значит, по нашей информации такого-то числа в квартире Иванова, Петрова, Сидорова или Чабану, не знаю, Ионеску и так далее, какие-то неизвестные и неустановленные лица сидели на кухне и разговаривали о возможных акциях противоправных, направленных против властей и госбезопасности. Вы понимаете, что это происходит? И прокуратура, генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело. Так фабрикуются дела политические. И вся страна должна знать этих гестаповцев. И я считаю, что не надо стесняться этого слова. Гестапо в нацистской Германии было политической полицией, которые преследовали инакомыслящих. А кем, как не гестаповцами являются сегодняшние прокуроры и полицейские, участвующие вот в этих исполнении политических заказов? Это политические заказы не только против Павла Григорьчука, Николая Цеповича, Корнелло Морару. Но такие политические заказы были и против других политиков, либо бизнесменов и так далее, которых мы эти громкие дела также знаем. Посмотрите, что происходит. Вот ордонанс от 14 ноября. Подписан тем же двоечником Виорелло Морару, который не умеет составлять грамотные документы и проставлять запятые. На четырех страницах список прокуроров и полицейских, которые значит, вот, на четырех, более 80 человек задействованы по делу Григорьчука и Амерберга. Более 80 человек прослушивают телефоны, занимаются наружным наблюдением, проводят обыски, занимаются фабрикацией политических дел. Эти же лица, вот эти же гестаповцы, и страна должна знать их в лицо, каждое имя. Я считаю, что вот этот список уже опубликовал, но мы доберемся до каждого из них, покажем всему обществу, кто они такие. Все, и все граждане страны, но также их знакомые, близкие, родные, их внуки и правнуки должны будут знать, что их родственники были гестаповцами, выполняли политические заказы, и по их сфабрикованным делам люди сидели в тюрьме. И не надо прикрываться тем, что мы тут люди подневольные, понимаете, мы такие мелкие прокуроришки, полицейские, вот, но нам же дали приказ, мы его исполняем. Нет. Есть преступные приказы, которые никто их не обязуется, никто не обязан исполнять. А политические дела и фабрикация дел это самые настоящие преступные приказы. и этот список надо еще сохранить для будущей иллюстрации, потому что в любом случае ничего не вечно. И эта власть, и этот режим все равно падет, все равно и они это прекрасно понимают. А вот эти люди не должны иметь право занимать должности, даже какие бы то ни было маломальские в органах правопорядка, потому что они участвовали они соучастники преступления, они фабриковали политические дела. Еще один пример. Безграмотности, тупости, бестолковости, то, как они фабрикуют эти дела и даже элементарные вещи пропускают и всем всем своим всеми своими действиями доказывают, что все это политический заказ. Обратите внимание, значит, я вам показал ордонанс по объединению уголовных дел в одном. Вот, этот ордонанс, четыре дела объединили в одно. Дело 2014-92-80-03. Где говорится, что дело против антифы по созданию преступной группировки было открыто 11 августа 2014 года и объединено, соответственно, с другими делами. Вот, 11 числа открыли дело против антифы. Зато в ордонансе по обвинению Григорьчука и Амерберга написано, что граждане Григорьчук, Павел, там, значит, Михаил Амерберг совершили преступление в период с сентября по ноябрь месяц. То есть, они открыли уголовное дело раньше, чем совершены были преступления. Это как? Ну, разве это не подтверждает в очередной раз всю беспочвенность их обвинений как таковых? Я хочу также обратиться к международным организациям, к дипломатическим миссиям. Нельзя допускать, чтобы в стране антифашистов называли организованной преступной группировкой. Это, этот факт, он достоин осуждения всем международным сообществам различными политическими силами. Потому что можете быть коммунистами, социал-демократами, либерал-демократами, демократами, кем угодно, но всех может объединять антифашистский взгляд. Потому что это антифашистская организация, формальная, неформальная, ставит перед собой задачу борьбы с любыми проявлениями фашизма в современном мире. Антифашисты во всех странах мира, и в Германии, и в Италии, и везде, и в Соединенных Штатах Америки и в России выступают против любых проявлений этой человеконенавистнической идеологии под названием фашизм. фашизм. Которая, к сожалению, сегодня набирает обороты и представители которой поднимают голову во многих странах Европы и мира. Мы что, разве не знаем, кто попал в парламент в Венгрии не так давно еще? Йобик, партия Йобик, откровенные фашисты. В Греции поднимаются Golden Dawn, 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 Золотая Заря. Тоже фашисты. И так далее. Таких примеров много может прийти. И у нас есть всякие группы, группировки крайне правые, Но, Дрябта, Мешкарин, Национал Криштина и прочие, которые свободно себя чувствуют. Весь Кишнев исписан свастикой. Но они абсолютно на законных основаниях существуют. Зато неформальная группа антифашистов организована преступной группировкой. Поэтому мне бы хотелось также обратиться ко всем средствам массовой информации, ко всем дипломатическим миссиям, международным организациям, ОБСЕ, представительству ООН в Молдове, Совету Европы, Офису Совета Европы, делегации Европейского Союза. Завтра в 14.00 состоится суд против Михаила Амерберга и Павла Григорьчука. Сторона защиты просит суд изменить меру пресечения на домашний арест. Потому что страна защиты и мы все считаем, что ни Михаил Амерберг, ни Павел Григорьчук не представляют угрозу для национальной безопасности, для общественного порядка. И могут находиться и под домашним арестом. Вообще-то они должны быть освобождены. Мне бы хотелось пригласить всех на завтрашнее заседание суда в 14.00 пригласить также всех граждан, просто гражданских активистов, простых людей, которые выступают против того, чтобы в нашей стране существовала политическая полиция, существовала это гестапо современное. Против того, чтобы были политические заключенные, которые преследуются за свои взгляды. давайте придем к заседанию суда сектора Центр завтра в 14.00 для того, чтобы поддержать Михаила Амерберга и Павла Григорьчука. И не надо бояться. Надо говорить то, что мы думаем. Не надо бояться критиковать власть, не надо бояться критиковать олигархов, Полохотнюка, Филата. И надо стыдить всех тех, кто позорит честь мундира и всех тех, кто выполняет политические заказы, будь они в прокуратуре либо в МВД, этим людям, этим личностям, лицам, лицам, правильно сказать, не место в этих структурах. И последнее. Обратите внимание, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, сегодня на пресс-конференции средств массовой информации. И сколько будет завтра на заседании суда, где будут опять тиражироваться эти страшилки про арсенал оружия, про угрозу национальной безопасности, про угрозу войны в стране и так далее. угрозу для национальной безопасности представляет сегодняшняя, нынешняя власть, нынешний режим, Плохотнюк и Филат. Они сегодня являются основной угрозой национальной безопасности. Потому что из-за их действий раскалывается общество, из-за их приказов у нас в стране появились политические заключенные. ведь одна из задач этих олигархов во власти сегодня, чтобы общество было запугано, чтобы все сидели и молчали, чтобы все понимали, если вы будете слишком сильно критиковать власть и политику и не дай бог назовете фамилию Плохотнюк или Филат, значит будете сидеть. Вот посмотрите например Павла Григорьчука и Михаила Амерберга. Вот эта задача запугать, чтобы в обществе была атмосфера страха и только от нас зависит от граждан Молдовы вне зависимости от политических убеждений будем мы жить в таком обществе, в таком тоталитарном государстве в атмосфере страха или мы будем жить в свободной стране где люди не преследуются за их политические взгляды где институты гражданского общества функционируют где институты государственной власти не захвачены олигархами все зависит от нас поэтому именно в такие моменты когда происходит суд над гражданскими активистами над политзаключенными мы должны проявить все вместе единство и не побояться выйти поддержать этих ребят спасибо большое за то что присутствовали на пресс-конференции ну получился такой брифинг может быть но увидимся завтра на суде спасибо 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 Спасибо.